Привет, просветители! Не знаю, как вы, а вот я считаю, что неделя прошла зря. Если кто-нибудь не предложил что-нибудь, запрети для того, чтобы защитить детей. Приятно осознавать, что мир становится все более и более безопасным для молодого поколения. Не уверен, что это работает именно так, но кто я такой, чтобы сомневаться в адекватности предложений серьезных дядь и теть? С другой стороны, мы снова и снова получаем возможность наблюдать потрясающую картину. Правая рука вообще не представляет, что делает левая. Когда в прошлом году на пресс-конференции Минпроса нам рассказали о страшном влиянии телефонного излучения на детей, которое по каким-то особым причинам работает только на уроке, на перемене излучения уже нет. Но опять же, я не физик, поэтому поверим на слово. А затем привели еще кучу доводов, почему телефоны необходимо запретить и как им совершенно не место в образовательном процессе, при том, что в некоторых школах бумажных учебников не хватало. Отсюда в том числе и телефоны на уроке. А потом, на следующей же неделе, разговоры о важном просили у всех детей страны достать телефон и отсканировать QR-код. Это вызвало у меня легкое недоумение. Ну, все бывает. Не знает человек, что его же ведомство детей облучает. У-у-у-у. Когда я слышу очередной спич о вреде интернета, соцсетей... Да отберите уже у них эти гаджеты! Из уст товарища, занимающего официальную должность, мне хочется начать головой о стену биться. Потому что последние несколько лет никто так активно не загоняет школьников в сеть, как наше образование. Да, сегодня мы наконец-таки поговорим о сферуме. На прошлой неделе в очередной раз была озвучена инициатива о запрете доступа в социальные сети детям до 14 лет. И приблизительно в это же время некоторые школы получили письма счастья, в которых администрацию вот так виртуально за грудки схватили и начали отчитывать. Почему так мало школьников регистрируется в сферуме? Примите меры! Для тех, кто в танке, образовательная платформа сферум завязана на ВК. Поэтому логика тут просто покинула чат. Мы заставим вас создать аккаунт в соцсети, в который вам бы по-хорошему даже заходить не стоило. Ну и на самом деле, и по закону нельзя. Если что, создавать профили ВК можно только с 14 лет. Так что никаких сферумов для пятиклашек. Вы можете вполне логично возразить, Павел. Но загоняют-то одни, а запретить пытаются другие. Соглашусь. Только вот, наверное, прежде чем фонтанировать популистскими запретами... Детям не место в интернете! ...можно сначала поинтересоваться. А что вокруг-то происходит? А кто заставляет родителей регистрировать детей? Спойлер! Этни на агенты. Что вы там запрещать-то собрались, если последние несколько лет сама система буквально заталкивала школьников по факту в ВК? Внимание, дальше не шутка. Повторяю, не шутка. Некоторые чиновники требуют от администрации школы объяснительную... Объяснительную кару! ...почему дети не хотят регистрироваться в сферуме. Не, ну, школе-то больше заняться нечем. Кроме как писать сочинение. Причины, побудившие Пашу Остапова отказаться от сферума. Кроме объяснительной, школа должна предоставить отчет. Как конкретно она продвигает сферум среди учеников и родителей? Ну, всем же известно, что образовательные организации вот буквально умирают от отсутствия отчетов и проверок. Теперь хоть будет чем заняться, а то совсем обленились. Еженедельно, по пятницам, до 12 дня. У чиновников, наверное, просто короткий день. Домой торопятся. Школа должна прислать план работы со сферумом на следующую неделю. Работаем не с детьми. Со сферумом. Ну и дальше просто песня. Скриншоты активных чатов классных руководителей с обучающимися. Вы не только должны заставить всех туда зайти, но и проконтролировать, что дети активно общаются. Господа, интернет не для детей. Может быть вы перед всеми этими запретами сначала вот с подобным официальным весельем разберетесь? Когда я опубликовал этот документ у себя в телеге, меня просто завалил поток радостных сообщений от школьников, учителей и родителей. Я всегда считал, что показуха и лицемерие убивает систему воспитания, которая, напоминаю, вернулась в школу. Убивает просто на корню. Ну нельзя требовать честности от Пети, когда каждую неделю в класс врывается Мария Ивановна вот с такими глазами. Включает что-то непонятное на интерактивной доске, заставляет всех натянуть улыбку, а дальше отсюда сейчас вылетит птичка. Мне просто для отчета надо. Продолжайте учиться. Это у них как будто классный час был. Ребята, мы это проводить не будем, но вы скажете. Слушайте, давайте вы тихонечко своими делами будете заниматься, а я просто видео вам включу без звука. Ну, для отчета звук не нужен. Нужна фотка. У нас зачастую целый пласт обязательной с точки зрения чиновников школьной активности существует только в красивых папочках и постах ВК. И здесь, конечно, можно было бы сказать, о, какие учителя ничего делать не хотят. Только проблемы здесь не в учителях. Удивительно, но кроме заполнения отчетов и выстраивания детей в различные фигуры для красивых фоточек, у педагогов есть настоящая работа – учить детей. Лицо успешного учителя – это его ученики. Ну, успешного в нашем понимании. Так-то успешный успех, конечно, содержится только в папочке с отчетами. Какая красота. А вот успешность чиновника от мира образования в последнее время создается у меня такое впечатление только в бумажках и проявляется. Им нужно еще выше отправить информацию о том, чего они добились. Только вот достижение подобных товарищей ничего общего с реальной жизнью не имеет. Это для мамы Пети и самого Пети важно, что Шизоид Парфентич сумел достучаться до своего ученика во время беседы после уроков. А для системы важно, чтобы этот разговор произошел в сферуме. О чем конкретно там беседовали? Вообще без разницы. Мы боремся с иностранными мессенджерами и продвигаем отечественные платформы. Потому что реальную беседу учителя с учеником к отчету не пришьешь. А вот активность в чате система заметит, а значит работа идет. И вот Шизоиду Парфентичу приходится не только реальную беседу проводить, но и создавать видимость активности в сети. Чтобы школа могла отчитаться перед руководителями, а те в свою очередь радостно отрапортовали в Минпрос. А так как делать двойную работу у нашего учителя времени банально нет, да и не заменит переписка со второклассником реальный разговор. Педагог просит учеников каждый день писать в чате по три любых слова, чтобы присутствие продемонстрировать. И вот дети, как дрессированные обезьянки, каждый день пишут по три сообщения, отлично осознавая, что занимаются они какой-то дичью. Но у школы-то показатели горят. Вот и пишем цветок, горшок, лейка. В другом классе учитель раз в неделю, ну хоть за это спасибо, пишет ученикам в чате доброе утро. А школьники должны на это отреагировать, чтобы проверяльщики успокоились. С детьми работают. Видите активность в чате? С этим разобрались. Ученики с педагогом беседуют. Но для отчета этого мало. Надо, чтобы и учителя общались в сферуме. Неужели у вас нет рабочих чатов, где вы обсуждаете важные моменты? Непорядок. Минус в школе. И вот пишет моя подписчица, учитель химии. Каждый день он начинается с того, что они с коллегами отправляют друг другу стикеры в сферуме. Ну, отчитаться же надо. В детском саду администрация прямо заявила, что учитывается все. Количество посещений, время нахождения в приложении, сколько картинок отправили. Поэтому, уважаемые товарищи воспитатели, перед началом рабочего дня не забываем про приветствия в сферуме. Еще не все студенты колледжа зарегистрировались. Что? Алена, ты же староста. Это твоя работа. Ну, вот Алена и начинает работать. Через неделю после обязательной регистрации никто больше об этой потрясающей платформе и не вспоминал. Просто колледжу повезло. Нужно было отчитаться только о количестве зарегистрировавшихся. Внимание, вопрос. Когда все участники образовательного процесса отлично осознают, что заересь творится, но ничего не могут с этим поделать. Это какое отношение к школе рождает? Да не объясните вы детям, что вот именно сегодня мы просто делаем вид и отправляем друг другу набор букв ФГОС, что было, и фотографируемся, не проводя ничего, а вот завтра это уже все по-настоящему. Это серьезно. Всем срочно регистрироваться. Ну вы просто по ссылке перейдите, чтобы меня не ругали. А делать ничего не надо. Чувствуете, как уважение к учителю, школе, прям вот распирать начинает? Нет? Странно. Другая история. У класса был чат, но не там, где нужно. Знаю, страшно. Надо срочно переходить в сферу. Администрация заставляет. И вот так сюрприз. Никто не хочет никуда уходить. У всех здесь все нормально работает. В принципе, собрать всех детей и родителей в одном месте, это не самая простая работа. Если получилось, просто не дыши. В итоге в сферу переходят три коллеги. На классного руководителя продолжают давить. И чтобы стимулировать учеников, наша Мариван удаляется из всех соцсетей и чатов. Я теперь только в сферуме. Если бы вы только знали, насколько ученикам плевать на это, вы бы заплакали. Через неделю группа в неправильном мессенджере все еще живет. Только без учителя и теперь представляет из себя что-то весьма странное. А Мариванна пишет сообщение для тех пяти человек, которые все-таки за ней пошли. Но теперь еще приходится и одного из учеников просить, чтобы он информацию и в старом чате дублировал. Важно не только, чтобы дети с педагогами задушевные беседы в чатах вели. Нужно, чтобы они в правильных местах это делали. Мартышкин труд и имитация активности для некоторых школ стало просто основным блюдом. Чтобы от школы и учителя наконец-таки отвязались и дали просто работать, приходится устраивать настоящий спектакль. А самое главное еще и детей в качестве главных героев на сцену тащить. Естественно, такая ситуация далеко не в каждой школе. В некоторых образовательных учреждениях переход на новые виды отчетности прошел максимально гладко. Ну а где-то учителя друг другу стикеры пересылают, а дети по расписанию бессмыслицу пишут, чтобы местный чиновник мог отчитаться об успешном успехе. Какой еще отчет? Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересно, и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы. И, кроме того, доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник, в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!